Золотая середина. В Армавире открылся памятный знак «45-я параллель». На торжестве побывала и Анна Мельченко. Поэтический конкурс «Свободный микрофон» состоялся в Армавире мопедом Юлии Чернышова. Дома тоже умеют говорить. Квест-игра для студентов прошла на площади имени Ленина. Импровизированная кломба с огромными яркими цветами и цифрой «45» неожиданно появилась в этот вечер на центральной аллее в сквере у главного фонтана. Интригу, вскрывающейся под цветочным куполом, все же слегка выдавали резные стилизованные таблички, встроенные в тротуар. «45-я параллель». Теперь и в Армавире появится памятный знак, обозначающий, что наш город расположен именно в этих географических координатах. Весьма символичным стал и тот факт, что торжественное открытие знака совпало с празднованием Дня города. Армавир не только окутан особой атмосферой и комфортными условиями жизни, созданными на протяжении многих лет заботливыми руками горожан, но и является климатически благоприятным для жизни местом. А связано это с тем, что Армавир находится на 45-й параллели, или как ее еще называют, линии жизни. Город Армавир является еще и в первую очередь обладателем этой 45-й параллели, но мы все с вами, как правило, знаем это, чувствуем, потому что мы видим, как с каждым годом город Армавир расцветает. Он обретает новые формы, обретает новые красивые места, и это все благодаря тому, что, наверное, у нас есть вот такое замечательное расположение географическое, которое позволяет жителям города и руководству города делать вот такие важные и замечательные дела. Через Армавир проходит так называемая золотая середина Земли, одинаковое расстояние до экватора и до северного полюса по 5000 километров. 45-я параллель создает важнейшую климатическую особенность нашего города – большое количество теплых солнечных дней в году. Венеция, Турин, Бордо, Харбин, Монреаль тоже расположены на этой параллели. 45-я параллель, она объединяет нас со всем остальным миром. На 45-й параллели живет огромное количество людей разных национальностей. Ну, как у нас с вами в городе, правильно? Поэтому вот это нас еще больше роднит со всем миром, делает Армавир частичкой России более яркой и частичкой всего мира. Задумка создать памятный знак у Сергея Ктиторова, доцента кафедры всеобщей и отечественной истории АГПУ, родилась давно. Однако воплотить в реальность ее удалось лишь в нынешнем году. Автором символического знака стал дизайнер Дмитрий Бродников. Он выразил благодарность всем, кто помог это осуществить. Андрею Юрьевичу Марченко, архитектуре города, депутатскому корпусу Штанчеву Александру Юрьевичу. Потому что без поддержки этих людей этот, на мой взгляд, интересный проект не состоялся. Потому что предложения подобные поступали предыдущим мэрам, но решили воплотить именно этим. И благодаря их поддержке это состоялось. И вот торжественный момент открытия символического знака настал. Поздравить армавирцев с таким событием прибыли и детские творческие коллективы. Мир вашему дому, и пусть будет все хорошо, и тебе подарю этот мир. Кстати, существует такое поверье, что если пройти по линии параллели, то обязательно станешь чуточку счастливее, а желание обязательно сбудется. Армавирцы, естественно, не могли упустить такой возможности. Кто-то делился своей мечтой, некоторые пожелали не рассказывать о ней никому. Это желанная тайна, я уверена, что сбудется. Это мой секрет. Счастье и здоровье родным и близким. Как вы думаете, сбудется? Обязательно. Это самая золотая параллель для меня тоже. Потому что я первый раз стою на этой параллели жизни. Хотя мне уже 83 года. А скажите, пожалуйста, что вы загадали? Можете поделиться? Я загадал, чтобы Армавир просветал и расцветался, и чтобы наши дети не знали никакой войны и жили в мире и дружбе. Анна Мельченко, Александр Кензев, служба новостей Армавира. Мы вышли с войны тяжелой и злой. В живых оставалось нас мало. Когда наша юность над Эльбой рекой зарю на штыках колыхала. Десятки армавирских студентов нашли свой свободный микрофон. Одноименный конкурс поэтического мастерства прошел в городском парке культуры и отдыха. Мероприятие посвятили 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Тематический конкурс разбили на две номинации. Чтец, автор, последняя. По мнению организаторов, сложнее всего дается конкурсантам. Участникам более по нраву чтение произведений известных поэтов и редко собственного сочинения. Товарищ, опять вечеру? Я вспомнил бои и походы. Горят под кущевкой хлеба на ветру. Горят наши лучшие годы. Идем мы по хмурым, пустым городам, по селам, войной разоренным. Юнсы, возрослевшие не по годам, под воинским стягом червонным. Наш конкурс – это площадка для совершенствования молодых авторов, их навыков в области литературного мастерства. Конкурс проходит регулярно. Хочется отметить, что с каждым мероприятием участников все больше и больше. Но он все-таки направлен на узкую аудиторию для молодежи, именно которая интересуется поэтическим творчеством. Организаторы конкурса «Свободный микрофон» Центр молодежной политики «Армавиру» поясняют, что главная цель мероприятия – возрождение интереса у молодежи к литературе и творчеству, а также выявление ранее не издававшихся молодых поэтов. Юлия Чернышева, Александр Жирелеев, Служба новостей «Армавира». Получив напутствие, юноши и девушки буквально через несколько секунд отправятся по маршруту, указанному в задании. В увлекательном квесте под названием «Дома тоже умеют говорить» принимают участие студенты армавирских средних профессиональных учебных заведений. То, что явилась организатором библиотечная система вот этого вот проекта, придало особый статус этому мероприятию. То есть это такая форма интеллектуального досуга, которая сейчас очень популярна и набирает популярность и в нашем городе. И вот уже все готовы. На старт, внимание, марш! Прозвучала команда, и молодежь отправилась в приключенческое познавательное путешествие. Отправиться по маршруту вместе с ребятами нашей съемочной группе, к сожалению, не удалось. Но зато у нас получилось встретить их на финише. Уставшие, но счастливые и переполненные эмоциями студенты делились впечатлениями. «Нам понравилось больше всего, как мы бежали, чтобы найти пивоварню. Мы бежали около 500 метров, чтобы найти ее. Но мы так ее и не нашли. Мы видим, как бегут другие дети. Мы понимаем, что нужно быть лучшими, нужно быть первыми, нужно все найти. Еще мы искали памятник, который держит Атланты, землю. Мы очень искали и боялись. Вы нашли в итоге? Нет! Мы нашли в конце. Мы нашли в конце. Значит, нашли. Бежали в конце. Кто не узнал? Бегите, бегите. Подгоняли друг друга, чтобы все бежали. Пробежка до стеклозавода. Да, это было самое долгое. Да, самое долгое. Самое сложное. Костя у нас в парке упал. Прилег от нас. Но вообще впечатление обалденное. Просто класс. Очень понравилось. В следующем году тоже будем участвовать. Нам понравилась вся атмосфера этого квеста. Мы, конечно, устали, но это было очень интересно и весело. И мы узнали очень много нового в нашем городе. Хороший кругозор расширился, и это однозначно хорошо. Благодаря этому квесту, получается, нас научили. Мы узнали, что были это за здания буквально сто лет назад. И смотря на них сейчас, и смотря фотографии прошлого, они практически не изменились. Поэтому этот квест очень познавательный. Он также еще приводит фигуру форму. Всего организаторы разработали 9 направлений, которые между собой не пересекались. Найти же нужно было исторически значимое здание. Каждый участник должен исследовать свой сегмент. Вы видите, какая реакция, насколько ребята довольны. Я понимаю, что эту работу мы будем продолжать и дальше. Хотя уже на протяжении ряда лет проходят такие мероприятия. Они неизменно пользуются огромным интересом, потому что таким образом мы знакомимся с нашим родным, любимым городом. Ну и, как полагается в любых состязаниях, каждый участник должен получить награду. Торжественное вручение сертификатов состоялось во время чаепития за большим столом. Особенно символичным стал тот факт, что познавательный квест был приурочен ко дню города. Анна Мельченко, Александр Пензев, служба новостей «Армавира». Пришли к нам.